Здравствуйте дорогие друзья! В сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим фитнес браслет от Lenovo, который называется Cardio Plus и попробуем с вами разобраться, может ли он составить конкуренцию знаменитому браслету Xiaomi Mi Band 2 Поставляется браслет в черной квадратной коробке, которая приехала ко мне запаянная в пластик На задней стороне коробки написаны технические характеристики, номер модели HX03W, вход 5 вольт 1 ампер, размер экрана 0,96 дюйма, тип OLED IP68 защита, заявленное время работы 7-8 дней, беспроводный интерфейс Bluetooth 4.2, режим заряда прямой заряд код USB и поддержка Android 4.4 Plus или iOS 8 и Plus выше Комплект поставки самый минимальный из всех, что можно было бы себе представить В комплекте идет браслет и краткая инструкция Больше ничего нет, да и собственно говоря, больше здесь ничего и не нужно Экраны браслета Все действия на браслете делаются при помощи одной единственной сенсорной кнопки, которая находится внизу экрана По нажатию активация и коротким нажатием переключение между всеми режимами Это основной экран, режим спорт, количество пройденных шагов, это пульс, будильники и опять текущее время начальный экран Для того, чтобы управлять режимами, используется длительное нажатие Держиваем кнопку и переходим в режим выбора экранов Кроме основного, есть еще два экрана с обычным циферблатом и вот такой с датой и погодой Для выбора нужно опять нажать кнопку, удерживать ее И теперь это выбранный экран Хотим поменять обратно, держим Переходим в режим настроек, удерживаем И у нас уже экран первый, который был по умолчанию В режиме спорт по удерживанию клавиши стартует режим спорт В этом режиме осуществляется беспрерывный подсчет пульса Также в настройках приложения вы можете установить по какому значению пульса давать вам предупреждение И внизу включается таймер спорт режима Для того, чтобы из него выйти, нужно опять нажать и подержать сенсорную кнопку Здесь режим показа данных, сколько вы прошли шагов за день По удержанию этой кнопки показывает расстояние в километрах, сожженное калории Для того, чтобы выйти, опять нужно удержать кнопку И так далее Пульс автоматически начинает Вот, моргает зеленым Стандартный лазерный метод Показывает руку, потому что не видит пульс Лазерный метод измерения Аларм, это будильники Для того, чтобы посмотреть, какие есть будильники Вот, на 6 утра стоят будильники Опять длительное нажатие на кнопку И опять часы Также можно из меню включить режим нахождения телефона Запустив этот режим, когда браслет находится в связи с телефоном Сейчас он не в связи, его ищет Телефон начинает издавать звуки Либо вибрировать в зависимости от того, в какой режим он в данный момент установлен Когда связь с браслетом установлена В верхнем правом углу отображается значок Bluetooth И становится активной функция поиска телефона Вот так она работает Вот, у меня телефон стоит на виброрежиме Вот, и если будет включен звук, будет издаваться звук Вот так выглядит смс-сообщение Можно просмотреть краткий текст Но особо ничего не ясно Просто видно, что пришло сообщение При поступлении звонка начинается вибрирование И на экране отображается просто вот такая вот трубочка Давайте рассмотрим экраны приложения На основном экране отображается количество пройденных шагов При этом нужно посмотреть в разрезе дня В какое время было больше активности Здесь включается режим бег Который сохраняет ваш трек Второй экран это количество сон Количество времени В том числе разделено на глубокий поверхностный сон И время пробуждения Сверху у нас опция будильника Время, на которое установлен будильник Третий основной экран это у нас измерение пульса Здесь у нас включается режим настроек Автоматическое измерение И значение в 75 Это какой сердечный ритм В среднем у нас должен быть нормальный Дальше у нас меню настроек В меню настроек у нас есть наша пользовательская учетка И вот браслет Здесь есть напоминание цели Это когда вы достигаете вашу цель Будет вибрировать телефон Включение режима поиска телефона Автоматический экран времени это при поднесении руки Взмах как вы смотрите на часы Будет у вас включаться Экран Умное напоминание Здесь приложение И здесь есть существенный минус В приложении Mi Home Вы можете просто выбирать список приложений Из установленных Здесь только можете выбрать Вот из этого списка И например здесь нет вайбера Что для меня критично Есть звонки, смс, вичат, qq, email, facebook, twitter, whatsapp, line и skype Вот кроме этих опций Здесь ничего больше выбрать на свое усмотрение нельзя Далее напоминание о долгом сидении Чтобы он вам напоминал выходил Здесь есть настройка вибрации Я поставил на strong В принципе вот в режиме strong Он вполне себе сопоставим по ощущениям с вибрацией Mi Band 2 Ну чуть-чуть наверное сильнее Вот Mi Band 2 Это где-то между middle и strong Low практически незаметно Кому как нравится Далее здесь будильники Здесь их 5 Будильники автономные Ну и сброс в заводские установки И обновление прошивки Зарядка браслета осуществляется Достаточно оригинальным образом Один из ремешков Одна из частей ремешка снимается И под этим ремешком находится пластиковый порт USB Который напрямую вместе с браслетом Подключается к любому порту USB или зарядному устройству Для отсоединения ремешка требуется определенная сноровка И честно говоря так немножко пока страшновато отсоединять Вот здесь пластиковый USB разъем С одной стороны это удобно Что вам не нужно никакого зарядного Прямо в порт USB засовываете И он заряжается с другой стороны Ну не знаю как с точки зрения механики Держится в принципе пока все очень тупо Но как он поведет себя В течение времени сложно сказать Вот так он надевается И так он снимается Достаточно с усилием Но я думаю при определенной сноровке Этот процесс будет легче И как я и обещал Сравнение с Mi Band 2 Как видите основное отличие Это в размере экрана Экран у Mi Band 2 достаточно мелкий Что вызывает определенные трудности При прочтении информации У Lenovo он значительно больше Хотя в общем то функционал у них крайне похож Вот он сравнительно с цветной версией Mi Band Амазфит браслетом Этот браслет уже может соперничать с ним размером экрана И тем что экран цветной Но я напомню что цена конечно у этого браслета раза в три больше Что касается различных функциональных тестов Таких как подсчет шагов и прочее Я буду проводить сравнение именно с Amosfit Так как это сейчас мой рабочий ходовой браслет И я буду проводить сравнение именно с ним Mi Band напомню показывает данные там по шагам По пульсу Крайне приближенная с Amosfit Так как это один производитель В общем то используется практически одна элементная база Если не считать экрана Итак я практически в сутки ношу два браслета Вот так вот рядом на одной руке И посмотрим данные Время одинаково 18.39 Количество шагов на Amosfit 8861 На Lenovo 10617 Почти на 2000 шагов больше Так как по количеству шагов Это мой не первый браслет И примерно я знаю сколько я за день прохожу И в данном случае я больше доверяю Huami Lenovo почему то завышает показатели Давайте попробуем еще сравнить их в плане пульса Замеряю пульс на одном И на другом браслете Здесь я немножко не попал Еще немножко не привык Вот Идет замер пульса 94 показал Huami Ждем результат Lenovo 84 Ну так Плюс-минус В принципе я понимаю что технология Это не абсолютно совершенно Но примерно плюс-минус Она более-менее показывает Эти два скриншота показывают данные о сне Полученные за один и тот же промежуток времени Общая продолжительность сна Отличается крайне незначительно Всего лишь на одну минуту А вот данные о качестве сна Глубокий и поверхностный сон Абсолютно различны И кому здесь верить Честно говоря я точно не могу сказать Просто имеем что имеем Что можно сказать в качестве вывода Может ли он называться альтернативой Mi Band Ну думаю может Здесь что интереснее Здесь больше экрана Mi Band Он достаточно маленький Крупнее пиктограммы, цифры И в принципе все основные функции Такие же как у Mi Band 2 Что касается моих наблюдений По сравнению с браслетом Amosfit Который в принципе представляет собой Более продвинутую версию Mi Band От того же производителя То функционально она Немножко не дотягивает до него Например по выбору приложений От которых вы хотите выбирать Уведомления, получать уведомления Только предустановленные Здесь как по мне Завышен показатель шагомера Вот, но это я сужу только С точки зрения Mi Band Mi Band, Huawei все браслеты Mi Band, Amosfit Они все считают примерно Более менее похожи друг на друга Этот же считают с довольно значительным Превышением Относительно Mi Band и Amosfit Зато здесь есть довольно интересный режим Которого нет в Mi Band Это режим Вот на экране вам будет Беспрерывно показывать Ваш пульс и время Похожий режим есть Программный у Amosfit Но это будет приходить вам Уведомление с телефона Здесь же этот режим Автоматический и автономный Вы прямо глядя на экран Вот сейчас у меня замерил пульс на пальце Можете видеть ваш текущий пульс Причем в онлайне полностью Вот он будет меняться постоянно у вас И показывать текущее значение Вот экран достаточно быстро Затухает Ну, конечно, более крупный экран И более крупные цифры Гораздо лучше читаются На открытом солнце В солнечный день Читаемость экрана вполне сопоставима Достаточно такая Она слабенькая Но можно прочитать Все, что есть на экране Крупные буквы здесь решают Что касается автономности То примерно за сутки У меня ушло около 7% Но это при этом Что я достаточно активно тестировал его функции И часа на полтора Включал режим беспрерывного замера пульса Ну, точную автономность Опять же, зависит от вашей манеры поведения Количество уведомлений Количество спортивных режимов Я думаю, что в обычном стандартном режиме Просто уведомлений и часов Его хватит Дней на 10, я думаю, точно По моим прогнозам Носится он удобно Округлые стенки корпуса Не цепляются за одежду Сам он по себе достаточно легкий И если вы привыкли уже К каким-то смарт-браслетам Вот как я к Mi Band Я уже без него чувствую себя Как-то не в своей тарелке То этот браслет, в принципе Он точно такой же Никакого дискомфорта не ощущается Как альтернативный вариант Mi Band В принципе, можно его рассмотреть Если, конечно, вас не интересуют Уведомления от Viber Для меня это существенный минус Потому что это один из моих основных мессенджеров Если вам достаточно WhatsApp, Skype, QQ или WeChat То он вполне может вам заменить Mi Band В качестве смарт-браслета На каждый день На этом все Если у вас остались еще какие-то вопросы Задавайте их в комментариях к этому видео Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Дальше будет еще интереснее Субтитры сделал DimaTorzok